Мне Мерседес въехал в зад. Ребята вышли, за голову хватаются. Пафосная, высокомерная. Девочки, девочки, кто пришел? Мой тю-тю-тю-тю-тю-тю! Получила только что платежку. Мне все было интересно, сколько же я буду платить в своей квартире. Фух, мы вышли из дома. Я, короче, вам недавно снимала о том, что начинаю новый влог. Я снова начинаю новый влог, потому что ничего за это время не было. Когда выйдем из Батутной, я вам расскажу, что вообще, как жизнь у меня. Я с девочками, с Полиной, с Кариной, с малышками. Денька пришел в Батутный центр. Триста лет уже не был, не прыгал. Прыгать! У-ху! Вот оно счастье-то! Попрыгать на Батуте! Мы в торговом центре Горизонт. Ой, H2O. H2O тут рядом есть, и вот тут Батутный детский центр. Никого нет, в воскресенье это вообще такой кайф. Можно прыгать. Пойдем. Ну, а вот это вообще любимое Денькино развлечение. Давай. Что ты там с почты достал? Смел? Короче, он полез. Вот здесь вот очень много энергии дети оставляют. Это очень круто. Я люблю эти поролонки. Я сама здесь очень устаю сильно. Вот Денька. Все. Будет крепко сегодня спать кто-то. Мы с Кариной решили попрыгать. Честно, мне смешно. Я прыгаю, кайф. Но я хочу в туалет. Я могу не сдержаться. Да. А сколько у вас подпишет? Да, Робочки. Малечки, смотрите. А сколько у вас подпишет? Вас можно снимать? Конечно. Авторские права даем. Отлично, все. Все дают? Все дают авторские права? А сколько у вас подпишет? 270 тысяч. Выставите нас? Да. 270 тысяч? Да. Нормально? Как она называется? Вселенная своей. Вселенная своей. Я такое видел. Вселенная своей. Респект вас. Все. А он в ряд просто. Ну ничего, зато приятно. Все, танцует. Ходишь на танцы? Конечно. Кого? Не, а вдруг что-нибудь не получится? Не, а гимнасты. Гимнасты? Да. Ну давай. Хочи. А пиар можно? Сальтуху сейчас нам сделают. Ух! А пиар можно? Красавчик. Пиар. Пиар? Нет. А что пиарит-то? Инстаграм. А что за инстаграм? Что там делаешь? Все. Что можно? Мы вышли из батутного центра. Денька шарик себе взял. Ну, прыгался мальчик, хорошо. Девчонки вообще там долго уже прыгали. А мы, в принципе, часик, да, еще попрыгали. Хорошо. Блин, все хочу спросить, и никак все время забываю. Сейчас такая думаю, а что я хотела сказать? Думаю, вспомнила, сейчас спрошу. Я в последнее время, когда встречаюсь с людьми, когда меня приглашают кто-то или еще девочки, в основном девочки же, да, и говорят мне, что, ну, вот, когда смотришь мой инстаграм, да, там, или видео, ну, создается определенное впечатление обо мне. Вот. И впечатление, говорю, какое впечатление? Мне интересно. И как бы частенько говорят, что впечатление какое-то, знаете, что я какая-то пафосная, высокомерная. Ну, как бы, может быть, не сильно, да, но какие-то такие вещи прослеживаются, что я какая-то такая, там, на козе ко мне не подъедешь. Вот. И меня это все время так удивляет, потому что мне кажется, я такая открытая, такая вообще в видео особенно. И мне всегда это интересно, на самом деле, мне всегда интересно, какое обо мне впечатление складывается. Это же я, наверное, как-то веду себя, что-то делаю, хотя я не могу понять, какие именно с моей стороны действия приводят к тому, чтобы обо мне так думать, что я какая-то, наверное, высокомерная. Но когда со мной встречаются люди, говорят, блин, ты такая классная, ты такая добрая, такая вот вся вообще. То есть совершенно образ такой разный. Короче, в связи с этим мне интересно реально ваше мнение, как вы думаете, какая я в жизни. И какие первые впечатления у вас были обо мне, и какие впечатления после того, как вы уже какое-то долгое время посмотрите мои видео, и какие впечатления, особенно если кто-то встречал меня в жизни, какая я на самом деле являюсь. Напишите, пожалуйста, мне интересно почитать комментарии именно под этим видео, именно на эту тему. Вот. А сейчас мы едем в Рио, в торговый центр. Там нас будет Полина угощать пиццей. Хотя я, наверное, пиццу не буду. А Денька, он у меня есть только тесто от пиццы, если честно. Ну, посмотрим. Вот. Ну, во всяком случае, вместе время проводим, тусуемся. Девочки. Вот. Деньке по кайфу. Так что прыгаем в тачку. Туль, прыгай в тачку. Открывай двери. Иди сюда. Прыгай в тачку, День. День. Давай ручку. Давай, прыгай в тачку. Залазь. Залазь. Давай, мячик бросим туда. Нет. Вот, и ты залазь. Не тачи. Да сейчас дам, садись. Не тачи. Вы садись, и я тебе дам мячик. Нет. Не хочешь? Давай я попью. А мы тут с девочками пиццу решили поесть. Полина проставляется. Что за повод, Полин? Первый день весны. Первый день весны. Полина проставляется пиццей. Сейчас ждем пиццу, картошечку. Будем кушать все вместе. Да. Вот. Короче. А мне это не нужно. Хороший день. Первый день весны. Я все время забыла, у меня все напоминают оба. День, пей водичку. Сегодня вообще последний день масленицы. У меня была в ленчике поесть. Ты, кстати, пекла блины, нет? Я что-то не... Ни разу не пекла. Я купила смесь. И так и ни с пекасов не было. Может, сегодня с ручком. А сегодня последний день масленицы. Может, и я сегодня попеку что-нибудь. Я купила в ленчике готовую смесь. С пекалентой. А я же делаю на овсяной муке. А она рисовая. А рисовая вкуснее. А мне не нравится. У меня рисовая, кукурузная, овсяная. Че дерешься? Да кто дерется? Это кто маму дарил? Я сейчас дам кому-то. Отстань. Отстань, от мамы не делись. Все. Короче, у меня дома есть кукурузная мука, овсяная мука и рисовая мука. Я на разных пробах была панкейки. Больше всего мне нравится овсяная. Овсяная мука, но это не самая молит. Нет, мука вообще. Не, мука именно. Хотя мне овсяное молоко не нравится. А я прям, знаешь, как брала овся. Но я для панкейков делала. А, ну мы с тобой делали больше овся. И прям в блендере она рисовала. Да, так тоже нормально, вкусно. Но я купила, чтоб не париться. Она, когда я направляю, овсяную грузу, она ест плохо все. Она обычно пшеничная. Короче, может я сегодня сделаю что-нибудь полезненькое. Последний день масленица. Мама, где моя? Ну развлечение для девчонок. А мы катаемся. У нас в конце дня по магазинам. Сейчас возьмем, что надо, домой. Зам, хочу. Нет, Зам, мы туда не пойдем. Блин, мои хорошие, сейчас только что попали в такое ДТП. Да, было дорожно-транспортное происшествие. Можно. Не то, что можно назвать, а это 100% было дорожно-транспортное происшествие. Мне Мерседес въехал взад. Причем такой удар был на самом деле достаточно сильный, мне показалось. Прям. И в тот момент, когда я остановилась. Самое интересное, что я остановилась за машиной. И тут мне такое... Я такая подумала, ни хрена себе он въехал, наверное, нормально. Сейчас, короче, денег заработаю. Ну, потому что часто бывает, что, ну, как бы какие-то страховые случаи, да, короче, могут заплатить больше, чем на самом деле ты можешь найти где-то подешевле и потратить. А часто еще бывает так, что какое-то ДТП происходит, и как бы реально оно стоит денег, а я на самом деле с этим могу пока ездить. Да, например, с какой-то царапиной там сзади. И как бы дополнительные деньги. Особенно еще клево, когда у тебя машина там... Ты ездишь вот так вот там, допустим, кто-то въехал взад к тебе, да, и там что-то помялось. И ты с этим ездишь и ездишь, короче. А через какое-то время у тебя опять ДТП. И, короче, ты эту вмятину туда же добавляешь. Ну, как бы, как будто это тот же человек. Особенно если удар туда же пришелся. Вот. Короче, почему-то у меня была такая мысль, типа, ой, денег мы заработаем сейчас. Хотя я подумала, что он нормально мне там помял. Но я вышла. Я говорю, что, задумались, что ли? Чтобы ехали в задницу. Ну, в итоге начали светить уже темно же, начали светить фонариками. И я смотрю, что у меня ничего нет. У него на Мерсе реально там оторвалась какая-то штучка у него конкретная там такая, ну, царапинка, да, не вмятин, ничего, но царапинка. Ну, как бы на белом Мерседесе некрасиво сбоку это выглядит. Ну, то есть, если бы у меня что-то такое было, то мы бы, наверное, оформляли и платилась бы и покраска, и полировка. И там даже какая-то штучка у него впереди, какая-то там такая штучка оторвалась. Ну, вот. Я говорю, слушай, ну, я ничего не вижу. Как бы, если я ничего не вижу, то для меня, ну, честно, вот это заморачиваться стоит. То есть, понятно, что он виноват, не соблюдал дистанцию, вот. И, как бы, стоять из-за чего, что предъявлять, что записано, какие у меня поломки. У меня реально даже царапины нет, девочки. Царапины даже нет. Ну, у меня вот такой слой пыли еще, да, и, как бы, если царапина, то видно было. У меня как пыль была, так и осталась. Он протер вот так, мне кажется, пыль меня защитила. А вообще, честно говоря, у меня, ну, очень крепкая машина. Кстати, второй раз в своей жизни просто уезжаю с ДТП. Первое это было, когда я сама была виновата. Я только села за руль, у меня был опель. Я только села за руль, уезжаю из двора, новая машина, девочки, машине, неделя была с салона. Я просто выезжаю и не вписываюсь в поворот, и просто всей своей боковиной проехала по углу железному газели. То есть, понимаете, да, газели ничего, мало того, что старая там машина, ее там и делать, как бы, не сильно это. У нее железный каркас вот такой идет по периметру. И я прям своей новенькой машинкой просто проскрабила вот такую дыреху себе просто по всему правому борту. Ребята вышли, за голову хватаются, но я правила знаю, я понимаю, что я здесь просто не вписалась в поворот. Я виновата, тут слов нету. И, как бы, ну, я к этому достаточно просто относилась. Е-мое, крыса пробежала, жирная, ужас, офигеть, крыса, у нас вроде здесь продуктов никаких не продают. Да уж, что-то меня это не радует по двору, по-нашему. Вот, и тогда я вышла такая, говорю, ну, то есть я посмотрела, что у меня пипец, у меня сердце схватило немножко. Вот, но они такие вышли, что типа там оформлять, не оформлять. Я говорю, ну, у вас что-нибудь есть? Они такие, да не, у нас все нормально. Я говорю, ну, разъезжаемся. Они такие, мы первый раз видим, что так девушка реагировала на ДТП. Я говорю, ну, а что, я же понимаю, что я сама виновата, попала на бабло. Я помню, что тогда 45 тысяч рублей, по-моему, я. 45 тысяч рублей, но это было, извините меня, извините меня, когда это было. А, ну, это 10 лет назад было. 45 тысяч рублей, ну, тогда это нормально было. Вот, я потратила. И вот сейчас, получается, тоже человек, а, нет, там, там было тоже ДТП, я помню, там царапнули, мне там полировать, но я 7 тысяч рублей с человека взяла, тоже меня это, перестраивался, взял меня, тиранул. Вот. Вообще, серьезное ДТП по моей вине были всего лишь один раз. Серьезное такое. И в тот момент это была причина того, что я пила таблетки, и там вообще было написано, что нельзя было за руль, а я не читала. И я была немного рассеянная, то есть я помню, что странно, я знаю правила движения, да, и как я могла здесь повернуть вот так вот, да, и не посмотреть туда, то есть это только рассеянность. И вот у меня был курс этих таблеток, я такая думаю, блин, может с ними, я просто не могла поверить, я очень внимательная как бы, да. И я залазил в инструкцию, приходя домой, и смотрю, что там написано противопоказание, ну, в плане садиться за руль нельзя, что это влияет. Я думаю, ну, понятно, значит, я вот такая вот была, какая-то за рулем. И все, по моей вине больше не было ДТП таких, чтобы я кому-то испортила машину, чтобы моя страховая оплатила. Только вот тот один случай. В основном, как бы, что-то все вокруг виноваты. Вот. Я говорю, ну, раз нет, ничего, значит, разъезжаемся, и все. Он такой, ну, ладно. Мне кажется, он обрадовался. Ну, понятно, что он виноват, он уже в голове для себя сам понял, что его косяк, он будет сам его чинить. Вот. А то, что не нужно ждать на это сейчас время, стоять вот это вот ночью на дороге. Вот. Попрощались. Так что, вот такое ДТП сегодня у меня было. Мне кажется, мои защитники меня охраняют, и я, ну, рада, что все так вот хорошо происходит. Наилучшим образом. Все, мы, короче, погуляли, приехали домой, сейчас я взяла продуктов, сейчас пойдем домой. Мамка нас, наверное, ждет. Восемь часов, сейчас Деньку сразу искупаем, и спать. Что? Не смотри на меня так. Мам, уходи. Да ладно, отдохни уже от меня. Мама нас бросает. А ты все время перед глазами туда-сюда, туда-сюда. На целых два дня уходи. Мама, мы так давно уже вместе, а что я без тебя делать буду? Снимать, монтировать. А что я буду кушать? Кушать, соус приготовим, и все пейте. А с кем я кино буду смотреть? Ну, сама посмотришь пока. Может, я раньше приеду, если захочу. Если ты свои дела все поделаешь, я приеду раньше. Мои дела не зависят от того, приедешь ты или нет. На самом деле, правда, ощущение такое, что все время вместе-вместе, и такая думаю, так, а что я сейчас буду делать? Сейчас так буду одиноко, одиноко. Ну, посмотрим заодно, да? Ну, да. Ну, у тебя всегда есть, что делать. Ну, мне-то понятно, да, всегда есть, что делать. А ты что там будешь делать? Грустить? Я никогда не грущу дома. Ты будешь снимать? Никогда ничего делать, я просто отдыхаю. Ты будешь снимать, как тебе грустно без носа? Снять, что-то смонтировать надо будет. Отдохнуть надо. Никто не бегает на голове. Потом у меня уже голова вот такая. Ну, ладно, тогда ждем маму. Она сегодня уезжает на педикюр. На педикюр. Иди завтра с утра, а не раньше. Да, педикюр завтра. Сегодня она едет, отдыхает, там дома что-нибудь поделает. А вот, а мы будем ждать ее с новостями и спросим у нее, как же ей без нас было грустно. Или наоборот она радовалась. Посмотрим. Я же к вам привыкла здесь, поэтому мне немножко будет грустно. Адаптироваться нам нужно. А кому я панкейки делать буду? На кефире, как ты любишь. Да, приготовила, кстати, девочки сегодня эти... Ну, не панкейки, я не знаю, чем панкейки от оладьев отличаются. На самом деле. Наверное, ничем. Не, ну оладьи, они жарятся на масле. Много масла. А, тогда это панкейки, потому что я без масла все это делала. И рецепт тот же самый, как и мои панкейки. Просто вместо соевого какого-то молока, да, я добавила кефир. Двухпроцентный, который в пакетиках такой, коровка, он такой более натуральный. У него срок хранения небольшой. Я добавила сюда кефира, два яйца, потому что делала на двоих с мамой. И сахарозаменитель полторы пачечки. И все, соли не добавляла, соды не добавляла, ничего не добавляла. Очень вкусно получилось, нежно. Пробуйте. Если бы добавила соду и жарила на масле, они бы поднялись, были бы... Были бы жирные. Ну, жирные с маслом. Да, но мы же не едим жирные. Ну, я ем то, что мне предлагаешь. А я ем то, что ты мне предлагаешь. Ну что, мои хорошие мамы, нет уже три часа. Я помыла голову, сняла несколько видео на свой второй канал. То, что вам обещала уже давно. Что-то новенькое сняла. Сейчас собираюсь снимать видео фикс прайс. Новиночки мартовские. Хочу попробовать новый эффект на камере. Искупалась за это время уже. Вот. Сейчас попью кофе. Сниму фикс прайс. И потом буду заниматься другими видео, которыми я очень хотела заниматься. В общем, надо начинать снимать что-то новое. Вот. То, что вы уже давно меня просили. В общем, ладно. Скоро все узнаете. Не буду долго готовить. Уже собралась. Надо. Надо снимать. А не тупить. Знаете, многие, кто хочет стать блогером. И вообще, я вам так скажу, не только кто хочет стать блогером, а еще кто хочет что-то либо в жизни в своей делать и попробовать. Да. То бизнес открыть какой-то. То самая большая проблема у всех людей – это начать. Реально начать. Вот начнешь делать все, что ты бы не хотела, по ходу действия разберешься. Не знаешь, как делать – узнаешь. Ты столкнешься с проблемами в любом случае, что бы ты ни делал. Открываешь ты бизнес, да, там. Или ты становишься блогером, да, ты все равно по ходу будешь все узнавать. Но главное – ты начал. Если ты хочешь стать блогером, начинай снимать видео, выкладывать их на YouTube. Хотя бы для себя начни сначала, да. Если ты хочешь открыть свой бизнес, пойди хотя бы узнай, да, сходи на курсы какие-то. Или уже начинай узнавать аренда какая-то, начинай взаимодействовать вот с этим делом. То есть начинай уже предпринимать шаги. А у нас очень часто, что мы как бы хотим-хотим вот-вот-вот-вот, и все время какие-то обстоятельства нам мешают начать. Вот просто реально начать. А очень часто, как только ты начинаешь, просто начинаешь первые шаги, оно пошло и поехало. Начинают подключаться какие-то люди, какие-то обязательства и так далее. И ты уже опа-опа, поехал, и вроде бы как бы… А там уже по ходу разберешься со всеми своими страхами, со всеми своими знаниями, незнаниями. Все подтянешь, спросишь, и вообще все, все… Вот и я это знаю, да, и я это знаю. Вот в своей области я всегда всем говорю. Просто хотите стать блогерами, начинайте снимать видео и выкладывать. Это самое элементарное и самое первое, что ты должен сделать. А потом уже будешь смотреть, как ты это делаешь, как ты это снимаешь, а что тебе нужно, свет или звук, или камера. То есть серьезно вам говорю. И на самом деле вот сейчас я собираюсь начать… Опять же, я вам говорила про свой английский канал, да, который я собираюсь… И я вам говорю, я знаю все, как это делается, реально. Но начать – это самое сложное. Просто взять и начать. Поэтому я сама себе даю пинок. И каждый раз, когда я сама кому-то советую, возьми, начни что-либо делать, я сама сразу про себя вспоминаю. Почему же я не могу начинать уже? Я уже в прошлом году должна была начать. И, в общем-то, меня это так сильно вдохновляет, мотивирует. И я такая, ну все, завтра, короче, завтра в список дел я должна снять вот это, вот это. И что касается бизнеса, тоже девочка, у меня есть знакомая одна, она мне говорит, что если ты хочешь начать этот бизнес, возьми и начни. Не жди хороших условий, когда у тебя будет там вот это или вот это, или сейчас тебе это мешает. Я говорю, вот у меня ремонтная работа. Она, ну и что? В общем, начинаем! Ну что, пришлем мы с Данечкой домой, сходили в магазин, купили молочный ломтик, купили вкусняшки мои любимые, мармеладные конфеты шоколадные на фруктозе, на стевии, на стевии. Вот, пришли домой, так немножечко не по себе, это получается первую ночь вообще у нас без мамы, без бабушки. Вот, ну вроде все спокойно, я сейчас, кстати, смотрю, пусть говорят, сейчас смотрела с Малаховым, потом клацаю дальше, думаю, все закончилось, а тут еще пусть говорят с другим Малаховым, первым. Вот, и обсуждают же вот эту вот блогершу, где произошла такая трагедия. Вот, я же и прослезилась тут, и все. Конечно, такая история очень странная. И мне, и мне странно еще, что вообще начинают говорить о том, что блогеры, блогеры, да эти блогеры как-то обобщают все. Блин, ну блогер блогеру рознь, во-первых, да? Я даже не говорю, я не вижу, чтобы она, честно говоря, на самом деле чем-то ужасным занималась. Реально вот от такой ситуации, ну как бы, реально, ну не застрахована. Ну кто знает, хорошо, а многие же и не знают, что это могло вообще произойти. Это реально на всяких праздниках, этот лед холодный используется, да, и в этом дыму там детки бегают. Вот, не знаю, конечно, надо было бы изучить все эти моменты, потому что это что-то новое, тем более это все-таки лед, да, какая-то химическая реакция, все дела. Ну если она химик, и муж там ее, да, ну как бы тоже взрослый мужчина, и много, столько там было людей, да, и никто как бы не боялся, все вот это прыгали. Не знаю, конечно, я бы в такое не прыгала, потому что я просто не особо любитель воды, ну в плане водоема, всякие бассейны, прыгать. А еще если что-то туда бросили, я бы там ручкой сначала пальчиком, в общем, держалась бы от такого подальше просто, потому что все неизведанно, я боюсь. Ну это, конечно, большая трагедия, и мне кажется, что такая, не знаю, мне кажется, неочевидная, что ли. Куча блогеров это снимали, прыгали, и вот как-то условия так сошлись, что такие серьезные последствия были. Ну да, мне кажется, она немного в шоке, возможно, сейчас вообще не понимает, что происходит. Вот, она, кстати, тут рассказывает. Ну вот, и по поводу блогеров, то, что блогер блогеру рознь, блин, извините, бывают блогеры, которые реально трэш какой-то показывают, да, там и полиция за ними водится, и в заблуждение вводят кого-то, и провоцируют людей на драки, и на так далее, и тоже может что-то произойти, неизвестно что. Что всякие масштабные такие делали, ну это тоже, допустим, из-за ряда масштабного было, да, там много этого холодного льда кинуть в маленький бассейн. Это что-то такое зрелищное, масштабное, как бы, ну, видимо, кто знал, что от этого умирают еще, да. Теперь знают. Ну, а есть блогеры, которые снимают свой макияж, там косметику, обзорчик с магазинов, да, и зачем обобщать всех блогеров, что здесь такое. Или там блогеры живут жизнью, там, я тоже снимаю там stories, нет-нет, свои действия, влоги снимаю, как бы, кто-то там говорит, у блогеров жизни нет. Ну, иногда как бы обобщают, вот какой-то бред, на самом деле, несут про блогеров. Просто сейчас это стало таким, но популярным, сейчас все больше людей хотят становиться блогерами, думая, что это халявные деньги. На самом деле, это ни хрена, ни халявные деньги. Все, кто из моих знакомых сталкивались вообще с блогерством, они не вывозили это почти все, практически все не вывозили. Я даже не знаю, кто вот так вот прям прет сейчас, как танк, никто. Все немножко раз таки издуваются, так, чтобы еще зарабатывать этим деньги и быть успешным блогером, это тяжелый труд, на самом деле. Покрупнее даже любых других трудов, где вы там 7 часов, 8 часов где-то на заводе там башите, да. Нет, здесь и умственная, и физическая работа, и все это очень тяжелое. Поэтому блогеры разные, у всех абсолютно разные образования, разные мотивации. И я бы не обобщала так, что все блогеры, и вот это другой жизни у них нет, только сторисы и влоги. Это вообще хрень полная. Ну, как это нет? Вот я по себе сужу, как это нет жизни. У меня есть своя жизнь, есть закрытая личная жизнь, которую я там не публикую. Да даже если бы я ее и публиковала, все равно у меня есть своя личная жизнь. Я выкладываю там, так же, как эта девочка, я думаю, выкладывает какую-то малейшую часть своей жизни, а все остальное она не снимает, она живет реальной жизнью. Вот. Ну, ладно. Такое немного, знаете, на душе такой ком немного, печаль, конечно, история вообще трагичная, ужасная. Я смотрю и просто в шоке. Главное, чтобы все это на пользу всем шло. Я имею в виду вся эта информация. И, конечно же, чтобы травлей не занимались. Всем доброе утро. Проснулись сегодня хорошо. Ждем вечером маму. Как-то с ней все равно. Уютнее, что ли. Вот. Просто пока немножко, на самом деле, непривычно, когда новый дом, когда жильцов еще нет. Поэтому мама прям необходима сейчас пока что для уюта мне. Вот. Так что мы ее ждем. Сегодня, кстати, сделала ладо себе. Вот сейчас выпила уже стакан. Только отвела Денечку в садик. Выпила стакан на гречневом молоке. Слушайте, а неплохо. Я люблю гречку вообще, гречку с молоком. И получается такой вкус гречки с молоком. Единственное, какой-то привкус масла непонятный подсолнечного. Как будто там налили, да, немного. Но потом вроде припилась. И очень даже неплохо. Как будто и поела гречку с молоком. И ладо выпила. Все одновременно. Сейчас у меня, кстати, беда бедой. Я не могу вывести для вас фильм. У меня... Я компьютер свой, в принципе, особо не чищу. Ну, бабку темп я чищу там и все. И у меня как-то забивается диск С. Вот он уже красным горит. И вот, короче, не хочет выводиться фильм у меня. Хотя там место есть еще и 16 гигабайт. Из 222. Вот. И... Ну, диск Д у меня совершенно пустой. То есть у меня вот диск С заполненный. Я, короче, не умею чистить. Я не понимаю, на самом деле. Вроде ты смотришь, что на рабочем столе ничего почти нет. В загрузках я там все перенесла на диск Д. Ну, все пустое. Как бы папки все пустые. Там вообще нету. А получается красным горит. Куда оно все, блин, зараза, сохраняется? Надо, короче, позаботиться об этом. Вот я уже тысячу раз пытаюсь вывести фильм. Мне сегодня нужно видео публиковать вам, фикс прайс. И в итоге оно не выводится нифига. Сейчас буду делать что-нибудь. Я не знаю. Что-нибудь сейчас буду в интернете смотреть, где можно еще что почистить. Вот такое вот мое утро. Ой, ну что, мои хорошие. Целый день я сегодня разбиралась со своим видео, которое мне подпортил весь день. С фикс прайсом. Нагонец-таки я его выставила. Уже начала чистить свой компьютер весь. С мамой сегодня списывались. Она говорит, ну что, ехать мне или еще остаться один день. Я говорю, ну если ты хочешь остаться, если тебе хочется отдохнуть, то в принципе мы нормально ночь провели. Как бы никаких казусов таких нет. Особенного дискомфорта никакого нет. Говорю, хочешь, останься еще. Тогда ты не утром приезжай, а к вечеру приезжай. Потому что днем я буду тут бегать, естественно, дела делать. Поэтому вот соскучилась, видимо, она за своим домом. Пусть отдохнет, расскажет, потом придет. Она сказала, что спала плохо этой ночью, что еще надо выспаться. Вот наверняка она сейчас спит. А я сейчас кушаю и бегу за малым. У нас сегодня бассейн. Ну что, мои хорошие. Свет выключаем. Тут включаем. Иду малого укладывать спать. Бабушка, сегодня второй день не с нами. Все, пойдем, кисть. Бабушка второй день не с нами. Захотела отдохнуть. Я говорю, мамуль, если ты хочешь отдохнуть, конечно, отдыхай. Все нормально. А я уже это говорила, наверное. Не знаю. Короче, мы укладываемся. Днюлечка ложимся. Девять часов сейчас вечера у нас. Кисенька, иди сюда. Кисть. Такое эхо здесь немножко. Вот в этом углу особенно. Когда я начинаю возмущаться. Такая. Да нет, ну как бы быстренько спать. Слышите эхо. Такое. Стой. Да, все, давай, выключай свет. Выключай свет. Вот я беру вот так телефончик. Да, нет, нет. Молодец. А дверку закрывай. Включай. Все. Иди сюда. Мы будем смотреть сейчас в инстаграм. Отвечайся на вопрос. В общем, спокойной ночи. Какой ночь. Пока-пока. Пока-пока. Девочки, я отвела малого в сад. Погода просто изумительная. Сейчас 11 градусов. Я оделась. Главное, шапку такая все одела. Ну, потому что, выходя из дома, мне кажется, что, честно говоря, на улице холодно. Все время. Особенно утром. Но я выхожу и понимаю, что вот, я иду вообще. У меня даже волосико не колышется. Теплый ветер. А сегодня обещают до 17 даже градусов. Вообще диквынь такая. Я прям кайфую. А мне сегодня целый день дома снимать. Открою окна. И вот я прихожу домой, рассказываю вам о своих планах, что мне нужно снимать. А здесь такой звук. Это еще сейчас маленький. Звук просто штрабления. Такой громкости невеальной. И вот и на улице хорошая погода. И тут уже, само собой, не попишешь. Нужно это. Слышите? Выходной. Выходной себе устроить надо. Доброе утро, мои хорошие. Я не помню, я сегодня здоровалась или нет. Но, наверное, уже сегодня вечером я буду монтировать этот влог. Поэтому остался один день у нас с нами, у нас с нами, у вас с нами, у нас с вами. И сегодня, чем я занимаюсь, я отвела малого в садик. Мама сказала, приедет к вечерам. У нее там вывод фильма идет. Я сейчас... Чем я занялась сейчас? Чем голова моя больна? У меня недавно был фикс пресс, вот прошлое видео, да? И очень много я там говорю об освещении. Потому что мне вот на фикс прессе там что-то вообще освещение. Что-то это мои настройки, освещение накрутило, навертело. Ладно, короче, надо было снимать видео. В общем, я сняла. И так меня это задело, когда я смотрю некоторые ролики других блогеров, или чаще всего не блогеров, а да, блогеров, которые как раз-таки вещают. О съемке, о свете, о светокоррекции и так далее. Там такие нереальные картинки. И что-то в моем мозгу щелкнуло, что я тоже хочу такую картинку. Тем более у меня хорошая камера, у меня куча освещения разного, которого я не использую. Просто потому что я так думаю, да, зачем мне достаточно там вот этого, да? На начальном этапе может быть и достаточно, но если я уже собралась расти, если вы собираетесь расти, это я уже как для своей онлайн-школы блогеров говорю, то, конечно, так или иначе, если вы любите свое дело, и хотите его довести до совершенства, вы будете заморачиваться. Короче, я начала смотреть днем и ночью эти ролики всяких операторов, световиков, как все выставлять, боже мой, это целая наука. И еще, блин, надо... Короче, ну в общем, я хочу показать. Сейчас я три часа добивалась более-менее для себя приемлемой картинки. Мне все не нравилось. То у меня какие-то тени на лице под свет, то у меня затемненный фон, то у меня какое-то красное лицо, то у меня, короче, вот какие-то непонятные, в общем-то, тени на лице, да? Мне это очень безумно не нравится. Я хочу выставить свет так, чтобы без ретуши, да? То есть я отказалась сейчас от ретуши в моей камере, без каких-то специальных вот этих вот ретушевок лица, выставить так свет, чтобы он красиво, натурально светил мое лицо. И чтобы это было очень смотрительно и приятно для ваших глаз. И, короче, в общем, я ваяла, 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 ваяла. Сейчас хочу вам показать, что я наваяла. Сразу говорю, это выглядит все очень смешно. Она баррикадирована куча всего только потому, что, на самом деле, вот дневной свет по-хорошему его не нужно использовать. По-хорошему мне нужно закрыть вот эти вот шторы, да? И как бы выставить нормально свет, выставить нормально фон под определенным градусом, да? Сделать контур, сделать главное освещение, сделать отражатели, мягкости там и так далее. Но у меня нет такой возможности сейчас, потому что если я стану просто лицом там к окну, да? Чтобы красиво было все залито светом, то у меня фон некрасивый. Короче, в итоге тут очень сложно мне сейчас вальировать, да? Поэтому я использую главный источник света, это окно. Чтобы он не был такой сильно жесткий, я его завесила белой. То есть мама еще завесила, я просто закрыла окно именно белой вот этой вот как бы занавесочкой тюлью. На одну сторону, вот здесь я сижу, да? На одну сторону у меня подсвечивает моя лампа светодиодная, цветная. Здесь фиолетовый такой цвет красивый. Для того, чтобы не было лишних теней, я подняла его чуть-чуть вот выше и на подушечку. Вот нашла идеальный размер, чтобы вы понимали, что я стараюсь, девочки, для вас, чтобы вы реально видели хорошую картинку. Если она вдруг не получается, то я вам скажу, это не так-то просто. Здесь у меня вот в этом софтбоксе нет лампочки. И я использую просто белое полотно. Как видите, моя кольцевая лампа, она развернута от меня, да? И светит просто на этот белый фон. А от белого фона уже более мягко светит на мое лицо, подсвечивает с другой стороны, подсвечивает свет. Вот этот вот пакет, в котором лежит подушка, он тоже сейчас в роли отражателя. Вообще, я помню, я на Алиэкспресс заказывала себе отражатели. Только сейчас я, блин, даже не представляю, где они лежат. Они бы мне сейчас так пригодились. И белое полотно, там есть и серебряное, и золотистое, и даже черное, для того, чтобы были контуры. Было бы очень клево. И, ну, вот это, кстати, создает мягкость. Вот если я это уберу, мне уже не нравятся тени, которые появляются на лице. Ставлю вот так вот, тоже вымерялась здесь, блин, по миллиметрам. Вот именно вот так вот оно лежит, и оно вот прям туда, куда надо, подсвечивает мне. А все это дело отражается от этого света и от этого света. И на лицо мне немножечко как бы дает мягкость. И вот этот вот свет тоже очень хороший, диодный. Он подсвечивает мне именно на стены сюда. Вот такая конструкция у меня сейчас. Я бы, конечно, не хотела заморачиваться так серьезно каждый раз. Вот, но для меня сейчас как-то картинка стала такой важной, и я прям очень сильно расстраиваюсь, если я сделала картинку не такую, как я хотела. Не такая цель там была. Вот, и пока я ковырялась и вот это все делала, у меня села батарейка, потому что я все время бегала, смотрела. Одно дело, как я смотрю на себя вот именно в камере, да, как я выгляжу, а другое дело, когда я беру и просматриваю это видео. А третье дело, это когда я буду просматривать на компьютере. Там может оказаться еще совсем все по-другому, и нужна будет цветокоррекция, и все на свете. Вот, в общем, я уже села записывать ролики для своей онлайн-школы, хочу передать весь свой опыт. Все чаще и чаще, я когда-то сказала, что будет онлайн-школа, да, и все чаще и чаще спрашивают у меня мои зрители, когда онлайн-школа, когда планируешь запустить, очень интересно. И каждый раз, даже когда я встречаюсь с какими-то людьми, да, и мы там обсуждаем какие-то бизнес-планы, прям все очень подхватывают мою идею, потому что у всех очень много вопросов, на которые я, в принципе, могу дать вполне себе ответы развернутые, хорошие. Но у меня большой уже опыт, у меня уже в мае будет 5 лет, как я активно занимаюсь своим каналом, и мне кажется, это такой юбилей, такой срок, может быть, к этому времени я уже и выпущу свою онлайн-школу, может, раньше, вот. Так что такие дела, я даром время не теряю, и теперь осваиваю новые, новые навыки, да, навыки световика. А что, я вообще сама себе световик, сама себе режиссер, сама себе главный герой, блин, картинки, сама себе монтажер, сама себе пиар-менеджер, пипец, блин. А вы говорите, где ты работаешь? Вот я, смотрите, сколько у меня профессий. Кстати, еще я немного разобрала тоже свои вещи, или что это такое? Как оно тут оказалось? Еще разобрала свои вещи, повытаскивала, вот они мои все свитера, сейчас уже будем их носить. Мои брюки, посмотрите, сколько у меня брюк. Это я, по-моему, даже еще не все вытащила. Это вот костюмы тут вот я достала. Это мои водолазки, боже мой, смотрите, сколько водолазок. Так это еще не все, вот еще водолазки. Вот эти вот такие тоненькие, знаете, которые прям вторая кожа, да? А эти такие более тепленькие. Вообще, все цвета радуги просто, мне кажется, есть у меня. А это домашнее у меня, это платье я еще подоставала, юбки вот здесь. Ну, там еще где-то лежат мои вещи, точно. Девочки, девочки, кто пришел? Мой тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю! Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю! Мама, в новых джинсах, а я ей сегодня говорю, ма, давай поедем джинсы тебе купим. А она говорит, да я уже купила. Классные такие джинсы. Да, я даже не джинсы приложила, где-то гуляла по универмагу нашему недорогому. Ну, короче, ты переоделась, счастье есть? Все, оделась, очень-очень жарко, душно прямо на улице, прям, не знаю, лето, я не знаю. У меня дома 28 градусов, батарею уже три дня выключила я как-то, окно целый день открыто, а мне душно. Я уже потом села, думаю, елки. Может, мы тоже выключим батарею? Уже сплит включать уже, ну как бы. Батарею тоже включим? Не, ну, что-то будет прохладно. Вот. Ну, ладно, я думала, поэкономить. Да, может быть, как-нибудь мы что-нибудь придумаем, в общем, подумать надо. Кстати, пришла платежка. Вот, что хотела еще сказать. Короче, мама Чоли пришла. Счастье есть! Сейчас будем делиться разными впечатлениями. И хотела вот еще, что у вас спросить. Заканчиваю влог, потому что я его уже сейчас начну монтировать вам. Мамочка, раздевайся пока, давай. Мне надо показать, вот, как я выглядишь. А, как ты выглядишь, ну давай. Я хочу посмотреть, в большом виде. Покажи, покажи. Девочки, вот что я хотела вас спросить. Получила только что платежку. Мне все было интересно, сколько же я буду платить в своей квартире. Первая платежка у нас пришла там на... Сколько там было у нас? 4, 6... Где-то 6, 200. Но там мы еще особо не жили, там за какой-то период, с самого начала посчитали. А вот этот месяц мы уже конкретно живем. И вот пришла платежка у нас за... За что? За февраль месяц. Пришло 7,5 тысяч. Вот. И мне интересно, на самом деле, сколько вот вы платите? У кого квадратура от 60... Ой, у кого квадратура от 70 до 80 квадратов, да? Вот можно такую взять. Ну и чтобы у вас, естественно, там была охрана. Потому что у нас за охрану 500 рублей берут, да? У нас обслуживание, техобслуживание самого вот нашего помещения. 2,5 тысячи, да? То есть это 3 тысячи только охрана и техобслуживание помещения. Помимо этого, это еще вода, газ и электричество этого общего владения. Плюс мои вода, электричество, газ. Плюс домофон. Плюс еще какие-то кучи обслуживаний. Обслуживание, в общем, в итоге за февраль натикало 7,5 тысяч. И мне интересно, нормально это я вообще плачу или нет? Я, честно говоря, помню, что... Да не помню вообще. Чего я помню, не помню. Я коммуналку особо не платила. Вот я снимала до этого квартиру, да? Ну, получается, 20 тысяч у меня квартира стоила, а 5-5,5 тысяч. Это выходила коммуналка за 40 квадратов в однушке. Ну, там тоже охрана, консьержка и всякие разные сборы, обслуживание, видимо. Наверное, так. Но сейчас у меня здесь, извините, квадратов 70 квадратов считают. Видимо, балкон не считают, да? Вот нам 71 квадрат нам считают, да? И вот получается 7,5 тысяч. Я надеюсь, что это самая большая сумма, которая у нас будет выходить, да? А и летом, когда мы выключим газ, будет намного поменьше. В общем, интересно, сколько вы платите коммуналку в месяц, ну, какая у вас квадратура, да, и... Не газ, а отопление выключим. Летом, когда выключим газ, выключим. Ну, не важно. Отопление выключим. Вот. В общем, все, мои хорошие. Буду ждать ваши комментарии. Я рада, что приехала мама. Сейчас мы будем за два дня делиться друг другу разными впечатлениями. Для вас тоже смонтировать видео. И прощаюсь с вами до следующего. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok